О важности профилактической работы с трудными подростками, а также их родителями, говорила вице-губернатор края Галина Золина. За пять месяцев, которые мы вместе отрабатываем в этом направлении, у нас снизился порог преступности на 17%, с 582 детей, до 481. Хотя 481, тем не менее, это есть. И дальше мы потом еще будем говорить, как для нас бичом являются повторные преступления, и, конечно же, это повод для совсем серьезных-серьезных разбирательств. Об эффективности работы подразделений по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных докладывала Елена Кочкина, начальник отделения по делам несовершеннолетних МВД Краснодарского края. Несмотря на имеющиеся результаты, считаю необходимым наполнить всем сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних. О том, что снижать темп профилактической работы ни в коем случае нельзя. Необходимо искать новые формы и методы. Необходимо вовлекать несовершеннолетних в совместные формы работы совместно с родителями, для того, чтобы в том числе и искоренять семейное неблагополучие на раннем этапе. Как улучшить работу отделов по делам несовершеннолетних, особенно в плане профилактики правонарушений? Одним из направлений Галина Золина отметила, должно быть заимствование опыта. Например, участковых таких районов, как Курганинский, Ленинградский, Кущевский. Нерадивых сотрудников будут привлекать к дисциплинарной ответственности. На сегодня таких сотрудников выявлено 122 в целом по краю. Расслабляться нельзя, ведь зачастую речь идет о жизни и дальнейшей судьбе детей. Второй вопрос электронного заседания – трудоустройство подростков. Если их занять делом, они, конечно же, не будут слоняться по улицам в поисках приключений, отметила Галина Золина. Муниципалитет Анапы активно работает в этом направлении. Было отмечено, что в Анапе в этом году выделено почти в два раза средств больше на трудоустройство подростков, чем в прошлом году. Планируется трудоустроить 659 подростков в возрасте 14-18 лет. Также на селекторном совещании был рассмотрен вопрос об организации в Краснодарском крае психологической помощи, направленной на предупреждение безнадзорности, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, асоциального поведения и жестокого обращения в семьях.